В рамках акции «Дети дождя», стартовавшей 2 апреля, прошел фестиваль, в котором приняли участие ребята из общественной организации молодых инвалидов и их родителей «Грани». Цель мероприятия сегодняшнего – показать, что мы все вместе, что нет границ, нет деления здоровых детей с особенностями развития. Это очень важно для всех, и для наших ребят – почувствовать себя полноценными членами общества. И для ребят здоровых, что понять, что мы все разные, и есть ребята с особенностями развития, и в этом нет ничего страшного, если мы вместе в одном работе будем танцевать. Чтобы ребятам было не скучно, в холле ЦК и О были организованы мастер-классы по вырезанию объемных фигур из бумаги, рисункам на песке и обычному рисованию. Без дела не остался никто. Наталья Лебедева со своей дочкой Машей уже не первый раз принимают участие в таких мероприятиях. Маша очень любит петь. Несмотря на недуг, девушка уже несколько лет учится в музыкальной школе, где усердно занимается вокалом. «У Маши восприятие нарушено, но вот та одаренность, которая есть, она проявляется в полной мере, и всем преподавателям очень интересно работать с ней. Ну, в общем, слава Богу, да, вот что у нас есть эта возможность. Реабилитация огромная происходит. То есть, кто знает Машу, конечно, отмечает очень сильную динамику». Все ребята, которые занимаются в Гранях творческие и яркие личности. Основной задачей организаторы фестиваля считают не только реабилитацию через творческую деятельность, но и развитие в детях навыков общения, преодоление границ, которые являются следствием их болезни. «Это поможет нам в дальнейшем, поможет в адаптации этих ребят в общее, в расширении их коммуникативного пространства, в социализации их среди сверстников. Вот с такими целями мы сегодня здесь собрались». Театральная студия клуба «Грани» существует уже довольно давно. Спектакль «Сундучок Андерсона» не единственный в списке постановок особенного театра, но каждый раз перед выходом на сцену актеры волнуются, как в первый. Перед спектаклем мы заглянули за театральные кулисы. «Я выхожу на сцену, там я читаю всегда, ну, газеты буду читать, спрашивать Сережу, где он был, что видел». «Я давно играю в спектаклях, сегодня, например, «Принц» играю. Я думал, у меня не получится, а все покатило. Сцена для меня, наверное, как, к примеру, взять песню «Я свободен». Или там «Гражданская оборона» все идет по плану. В спектаклях театральной студии принимают участие не только ребята, но и их родители. Светлана Зеленская рассказала о том, как театральная студия повлияла на ее сына Богдана, который играет одну из главных ролей в постановке. «Воспитывается чувство ответственности. То, что он отвечает здесь за весь коллектив, подвести его нельзя. Есть свои какие-то обязанности. Для него это очень важно». «Премьера прошла на ура. Несмотря на волнение, все актеры справились со своей задачей. Особенные дети показали особенный спектакль, а уникальность ему придала искренняя актерская игра. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.